Видео-уроки корейского языка Девятый урок, который называется яксок В общем, это слово несложное, но всегда возникают трудности в переводе Потому что у нас есть, конечно, эквивалент, который называется обещание Но это слово, которое не полностью совпадает по смыслу Потому что на самом деле в корейском языке это эфемизм Да, что такое эфемизм? Когда мы каким-то другим словом называем другое явление Не такое, как у нас в языке И существует выражение яксоги и та Например, онэль сигани иссоё Онэль чонёге сигани иссоё Что значит? Сигани иссоё Сиган — это время Есть время Извини, но вечером у меня обещание Так переводить по-русски мы не можем Так переводят только плохие переводчики Значит, таким образом слово яксок чаще всего обозначает какую-то встречу Но для того, чтобы не обидеть человека Или не намекнуть каким-то образом на то, что встреча с ним не так важна, как встреча Или наоборот Мы говорим обещание Потому что обещание — это всегда то, что мы не можем нарушить Но чаще всего переводить надо яксок как встреча Или дела У нас тоже есть такое Но в корейском языке тоже есть, например, яксогиссоё Это довольно вежливый такой, очень вежливый ответ Ириссоё У меня дела Это значит, что действительно у вас что-то связанное с работой Яксок — это неофициальное Неофициальное дело, не связанное с вашей компанией или с какими-то официальными делами Давайте посмотрим лексику на странице 122 Лексику, которая связана с этой темой Ну, мы уже знаем Яксок — это обещание либо встреча Соответственно, с именительным падежом Может использоваться с глаголами и та И с его антонимом Каким? Опта Точнее, значит, опта — это словарная форма Вторая основа В неофициально вежливом стиле Опсойо Обратите внимание Глагол и та, опта Это вот вообще это правило должно быть всегда для всех железным Это самая распространенная ошибка для русского человека Который привык использовать здесь винительный падеж У меня есть сестра У меня нет брата Здесь хочется всегда сказать винительный падеж По логике и по нашей привычке Но всегда здесь должен быть только именительный падеж У меня нет сегодня встречи Мы скажем тогда как? Яксоги опсойо Яксоги опсойо У меня есть сегодня встречи Яксоги иссойо Труднее всего Труднее всего именно нет чего-то Когда хочется очень сильно и настойчиво сказать Именительный падеж Но только с этими глаголами Мы используем только именительный падеж Но есть другое выражение Если мы посмотрим Яксогль хада Или есть такой глагол Значит, если мы сейчас Давайте это уберем Значит, несколько слов Которые связаны с этим обещанием Яксог Хада Глагол китайского происхождения Которые состоят из именной части И глагольной хада Но мы знаем, что с китайскими глаголами Именная часть может быть отделима от глагольной И тогда сюда может употребляться винительный падеж Яксогль хада Это договариваться о чем-то Планировать с кем-то что-то Вот Ну и мы уже сказали Значит, если у нас есть глагол ита Или опта Есть что-то, нет чего-то Да? Что у нас может быть? Да все что угодно Вот у нас мы сказали Яксог Встреча Яксоги Что еще? Сигани, да? Мы сказали Было такое? Сигани Время У меня нет времени У меня есть время Но даже, знаете, и по-русски И в любом языке Это все зависит от того Как вы с человеком общаетесь Кому-то вы можете сказать Извини, у меня нет времени Да? Сегодня не сможем встретиться Но кому-то вы явно Тому, кто старше вас И с кем вы общаетесь на формальном уровне Вы, скорее всего, не сможете сказать Что у меня нет времени Вы скажете что-то другое Извините, у меня обещание, да? Ирисоё, ириопсоё Есть дела Да? Это то, что мы сейчас Только что с вами говорили Тони Тон Это что? Деньги Есть деньги Нет денег, да? Вот Как раз здесь это встречается Сигани Таупта Ири Ита Вот И два прилагательных Частично мы эту тему затронули Я сотру Частично мы уже эту тему затронули Помните, мы сказали Как образуется неофициально вежливый стиль глагола Помните? Вторая основа Плюс Ё Что такое вторая основа? Это когда к первой основе Прибавляется О А Или Ё Но существует несколько особых исторических случаев Да? Какие мы разобрали? Например, Т Меняется на Р И получается у нас ТРО Второй случай какой у нас был? ЧУПТА П меняется на У Например, ЧУПТА Получается ЧУО Ещё какой-то случай разбирали с вами? Нет Ага Вот И мы, например, разбирали на ППДА Где в зависимости от первой гласной Меняется на О или на А И получается, например, на ПА То же самое мы будем видеть со словом ПАППЫДА ПАППЫДА означает быть занятым И такой вот Такое вот прилагательное Которое очень часто используется в корейском языке Это КЕНЧАНТА Давайте все вместе КЕНЧАНТА Ну и, конечно, вторая основа Которая обозначает КЕНЧАНАЮ Которое Нормально Мы тоже в русском языке очень часто используем это слово Нормально Быть нормальным Да? КЕН Здесь преддыхание, не забывайте Это буква какая? О Э Уэ Куэн Чан Двойной подслог НХ КЕНЧАНТА КЕНЧАНАЮ С преддыханием, не забываем, да? Угу Так С преддыханием И теперь грамматику Чтобы нам было удобнее переводить диалог Это мы повторили то, что прошли на прошлом занятии, немного Теперь грамматику Если мы просто суммируем, какие у нас есть формы, какие мы прошли Повествовательное Повествовательное, это когда мы Когда у нас вторая основа Плюс Ё Да? Ага, хорошо Вопросительное предложение В принципе, ничем по форме не отличается, только по интонации Да? Теперь Повелительное наклонение У нас было Первая основа Плюс СЕЙО Помните, когда у нас только в начале книги Мы только начинали И вам предложили запомнить Не понимая содержание Да? Или, например, тоже АНЁХАСЕЙО Это тоже вежливый вопрос, да? Или вот здесь Вначале КАСЕЙО АНЁНИКЕСЕЙО ЧЕГЫЛПОСЕЙО Посмотрите в книгу ТАРАХАСЕЙО ПОВТОРЯЙТЕ СЕЙО Это все повелительное наклонение Если вы здесь посмотрите ИЛЬГЫСЕЙО ЛИБО СЕЙО ЛИБО СЕЙО ЛИБО ИСЕЙО Это повелительное наклонение Делайте что-то Читайте Пишите Давайте Повторяйте А это Такая категория Которая немножко отличается И у нас нет прямого Соответствия Значит, как она формирует Сейчас мы пока так оставим В скобочках Первая основа Ну, так мы условно назовем А потом ЛИ Или УЛЬ В зависимости от того Гласное или согласное КАЁ 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 Перед этим у нас присоединяется ЛИ Если тут гласное ЛИБО УЛЬ Если тут согласное Что это такое? Мы условно это обозначаем Вопрос Предложение То есть вы с одной стороны Предлагаете что-то сделать А с другой стороны Спрашиваете Хочет ли человек это сделать Да? Вот, например Присоединяется, конечно Только к глаголам Вот, например Смотрим Что здесь у нас в книге НЕЛЬ ОДИЕСО МАННАЛЬКАЙО МАННАЛЬКАЙО От какого глагола происходит? Значит, МАННАДА Встречаться Мы используем первую основу Которая у нас заканчивается на гласную Соответственно, у нас присоединяется ЛИ в подслог И добавляется КАЁ НЕЛЬ ЗАВТРА ОДИЕСО Где? МАННАЛЬКАЙО Если совместить два смысла Вопрос и предложение То есть вы одновременно человеку предлагаете С другой стороны Не хотите быть навязчивым Спрашиваете В такой форме предложения То есть с одной стороны Вы намекаете, что вы очень хотите Поэтому это предложение А с другой стороны Чтобы он мог отказаться Вы как бы спрашиваете Значит, в русском языке у нас Как выражается? Например Может быть встретимся завтра А может быть нам встретиться завтра То есть как бы одновременно Предлагая, спрашиваем Понятно? Да? Может быть нам встретиться завтра ХЕСА АПИ ОТЕЙО Так, и это третье Точнее, почему? Четвертое уже историческое чередование Значит, у нас есть ряд прилагательных В основном это прилагательных У которых есть Х в подслоге В первой основе Х исчезает И происходит трансформация гласных Посмотрите, например, здесь О Т Ну или есть, например О ТО ТА означает «какой» Вопросительное слово «какой» Это у нас, в принципе, в русском языке местоимение А по-корейски это предикативное прилагательное Быть каким-то Вот, например, у нас есть прилагательное синий ПАРАТА Тогда что у нас происходит? Х исчезает и происходит трансформация По сути дела, добавление И, да? И получается ПАРЕ ПАРЕЙО Небо синее, например ХАНЫРИ ПАРЕЙО Так И вот такой у нас диалог Где бы нам завтра встретиться? То есть вы спрашиваете, предлагаете ХЕСААПИ ОТТЕЙО Как мы это переведем? ХЕСААП Как? Перед компанией Но в русском языке мы не говорим перед компанией Если бы вы по-русски предлагали ВОЗЛЕ здания компании Как ОТТЕЙО Значит, словарное значение прилагательного ОТТОТА Это какой? По сути дела Как насчет Возле моей компании Возле компании Вот Может быть ОТТЕЙО То есть Если это финальное Сказуемое Тогда может переводиться Как насчет А может быть Вот таким образом И видите В современной жизни И вообще в корейском языке Очень многие идеологии Состоят полностью из вопросов Не бывает такой вопрос Ответ Какого цвета яблоко? Зеленого А какого цвета банан? Желтого Взрослые люди так не разговаривают Тем более в корейском языке Видите Все время вопрос 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 Вот Подтверждение Давайте дальше ЧОНЬОГЕ СИГАНИ ИСОЮ Давайте вместе ЧОНЬОГЕ СИГАНИ ИСОЮ ЧОНЬОГЕ СИГАНИ ИСОЮ Вечером есть время КАЧИ МАКСИ ТЕБЕ КАЛЬКАЮ Давайте КАЧИ МАКСИ ТЕБЕ КАЛЬКАЮ Значит КАЧИ Это вместе Запишем это слово КАЧИ Давайте теперь поймем Что такое МАКСИ ЧИП Мы всегда Если Мы должны смотреть На последнее слово Главное для нас Это слово ЧИП То, что перед словом Это определение Определение у нас какое МАКСИ То, что это значит ДОМ-МАРКА У нас, конечно, чаще всего Стремление к правоветвящимся конструкциям У нас сначала главное слово Потом ДОМ-МАРКА, который он купил В прошлом году И летом Мы можем сколько угодно Вправо А по-корейски Все будет Ветвление Все влево происходит Чаще всего Поэтому главное Понять, где главное слово Это будет второстепенным Теперь КАЛЬКАЁ Какой это глагол Словарная форма? КАДА ИТИ Поэтому КАЧИ МАКСИ ТЕБЕ КАЛЬКАЁ Будет переводиться Каким образом? Может, вместе сходим К марку Вот Причем МАКСИ ТЕБЕ Не надо переводить К марку ДОМОЙ Да Имеется в виду К марку В гости Вот В гости Это имеется в виду МАКСИ ТЕБЕ МЯНЕЙО ОНУРЫН ТЕГА ПАПАЙО МЯНЕЙО Значит, мы сразу понимаем Что это друзья Да Так, если бы со старшим То тогда было бы ЧЕСОНЕЙО МЯНЕЙО ОНУРЫН Тем более здесь еще подчеркиваю ТЕГА Значит, что мы должны помнить У нас есть слово ЧО Это Я С выделительной частицей Будет ЧОНЫН А с именительным падежом ЧЕГА И это, и это Подлежащее Но, что парадоксально Что слово ЧЕ Обозначает МОЙ Это, в принципе, определение Родительный падеж ЧЕЙ Вот это надо помнить НИЧОГА ЧЕГА Но ЧЕОНЫН ЧЕГА ПАПАЙО Извини, но сегодня Вот здесь ИН как раз-таки Выполняет Выделительную Подчеркивающую функцию Вот именно сегодня Я занят Давайте Дома вы сможете Многократно Прослушать диалог А сейчас Это трек Шестьдесят Вот А сейчас Я прочитаю МИНСУ ИТУИ ДЭЙХА ИЛЬ Не일 МЁЩЩЕ МАННАЛЬКАYO ЁРАНСИ ОТЭЮ МИАН ЭЮ ООДЖЕННЕНН ИЛИ ОХУ ОТЭЮ ГЕНЦАНАЮ Переведем. Значит, мы по мере изучения записываем с вами вопросительные слова. Мы уже хорошо знаем слово «мёд», которое используется в разных случаях. Например, «мёд саль» — это сколько лет, «мёд си» — который час, «мёд ке» у нас было сколько штук, но, к сожалению, здесь произошла одна трансформация. Какое число у нас будет «мёд чиль»? «Че» из-под слога перешла в следующий слог исторический. Конечно, там, где «ке», у нас могут быть и другие счётные слова. Какие мы знаем, кроме «ке»? «Человек» — «мёммёг», «бутылки» — «пёнг», «ую», «мёпёнг», «квон» — это книги. Вот, «мари» — это у нас животные. И, по-моему, у нас было, значит, «чан» — это стаканы, чашки и так далее. Значит, «во сколько бы нам завтра встретиться?» В принципе, можно и вопросом переводить. «Во сколько мы завтра встречаемся?» Это такой более мягкий вопрос. «Юран Си Отео» — вопрос тоже. «Как насчёт одиннадцати?» Вот, у многих корейцев возникает ощущение при общении с русскими, что русские говорят как солдаты или как роботы, потому что вот мы всегда вот только для того, чтобы передать информацию какую-то, да. «Во сколько встречаемся?» «В одиннадцать». Всё, ровно. Вот, поэтому надо всегда вот так вот немножко с вопросом, да, вы повежливее. «Юран Си Отео» — видите, тем более человеку неудобно, он не может в это время. «Миан Ио». «Оджон Инын Ири Исоё» — вы проходили в прошлый раз. «Оджон Оху», да, значит, первая половина дня, вторая половина дня. Причём, обратите внимание, «нын» может присоединяться ещё и к дательному падежу. Некоторые падежи могут наслаиваться друг на друга, некоторые нет. Вот, например, «нын» — она вытесняет именительный падеж, да, то есть она вытесняет. Но к другим падежам, например, «дательный», «дательный» — «местный» — она прибавляется. Например, как здесь. «Оджон Инын Ирисоё» — «Утром у меня дела», может быть, после обеда?» «Кончанаю» — «нормально». Тогда встречаемся в два, как бы переспрос, да, «ту сема наль кайо». «Хорошо», «да», «хорошо». В принципе, «не» — ни в одном языке нельзя отвечать, например, на какой-то вопрос «да» или «нет». Это довольно грубо в любом языке. Например, даже если вас спрашивают, «Вы сегодня идёте в корейский центр?» «Да», и «до свидания», да, «да», «сегодня я иду в корейский центр», несмотря ни на что, надо повторять. Это вежливость или общение, или тем более нельзя сказать «нет» и пойти дальше, да. Вот, в принципе, после этого можно не продолжать общаться. Значит, «нет, сегодня у меня дела», к сожалению, не обязательно рассказывать правду, какие-то обстоятельства должны быть. Для этого придумано слово «яксок», «яксоги иссою», «у меня обещание на сегодня», да. Вот, поэтому продолжим с упражнениями, да. Так, «йонсып-иль». Закончим предложение по грамматике. «Мёсе маналькаё, туси оттэё, кэнчанайо». «Во сколько мы встречаемся?» «Может быть, в два?» «Хорошо». И здесь, на основе ситуаций вам предложенных, нужно использовать глаголы в нужной грамматической форме. «Кимюре качи». Не забываем, что «тх» читается как «ч», «тх» и даёт сочетание «ч». «Кимюре качи чонёгуль, моугулькаё». Значит, «чонёг» — это вечер. Если у нас недательный падеж, «чонёге», если у нас «чонёгуль», то это всегда ужин. И здесь догадаться очень просто. С ужином можно поступить только как. Можно его только съесть. Поэтому «чонёгуль, моугулькаё». Здесь никакой сложности нет. Просто здесь подслог имеется. Поэтому добавляем «ылькаё». «Чонёгуль, моугулькаё». «Извини, но в пятницу у меня есть встреча». У меня есть уже договорённость. Бывает. «Нальсига чонгмаль чоаю». Ну, например, «чонгмаль» вы не знаете слово, это означает действительно, поистине. Но догадаться тоже можно. Погода действительно очень хорошая. «Куромён, ури, кунгонэ», можем по предыдущему показателю, что «тогда в парк», что «калькаё». Может быть, сходим в парк. Вопрос с предложением. «Ури и умагуль». Здесь тоже по предыдущему слову можно спокойно догадаться, какой будет глагол. Что можно делать с музыкой. Конечно же, слушать. Поэтому, может быть, послушаем эту музыку. «И умагуль», «тырылькаё». Помним, что глагол «ты та» — это историческое чередование. Мы уже говорили, что «ты» меняется на «ры». В каких случаях? Перед непроизносимой «н». «Улькаё» — это форма, которая начинается на непроизносимую «иын». Таким образом, «ты» меняется на «ры». Получается «тырылькаё». Будьте внимательны. И следующий диалог предлагает сделать такое задание. «Чонёге чингуруль манна госипоё», «мёсиэ маннаё», «одиесо маннаё», «яксогуль хебосэё». Значит, ну мы еще не проходили конструкцию «госипта» — это «хотеть». Вечером вы хотите встретиться с другом. Во сколько вы встречаетесь? Где вы встречаетесь? Договоритесь. «Яксок хада», «яксок хасэё», «яксок хебосэё». По такому принципу, да, чуть позже мы с вами поделаем такие упражнения. Кто самостоятельно перед экраном занимается, можете тоже потренироваться, даже если у вас нет напарника. В этом диалоге мы видим несколько важных вещей, которые мы и прежде обсуждали, но еще раз повторим. Например, «макэси» — это обращение. «Марк, у тебя вечером есть встреча?» «Нет», «у меня нет». В принципе, недостаточно сказать просто «ониё». Все равно надо сказать «ониё», «опсойё». Или даже лучше сказать «ониё», «яксоги», «опсойё», «сигани», «сойё». Чтобы продолжить вот это вот общение, дать человеку время на то, чтобы подумать. «Нэ» и «ониё» сами по себе не являются достаточными формами ответа. Вежливыми, конечно. «Может быть, встретимся тогда вечером?» «Нээ», «яосот сега, отээо», «как насчет шести?» Опять же, видите, «не», не просто «не», «не», «чоаё», «да», «хорошо», «чоаё», «квинчанаю», «не», «квинчанаю», «чоаё», и так далее. Переходим к следующей части урока, 124-я страница. «Яксоге не ёнг», слова сначала. По сути дела, эта часть называется «содержание встречи». Каким может быть содержание встречи? Давайте же посмотрим. Самое главное, вам предлагают сначала отметить, что вы уже знаете. Ну, конечно, что-то вы уже знаете. Например, «копирыль масида», «чарыль масида» — это пить кофе или чай. Давайте вспомним, какая форма второй основы будет у глагола «масида». «Масида». Масида. 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 Масида.